В российской армии междоусобицы на фоне поражений под угледаром, но к концу весны все должно пройти, у них могут закончиться ресурсы. Ну и почему американцы выбирают Путина? Меня зовут Алексей Бурлаков, в эфире нефта. Самая важная и интересная новость. Не только Бахмут может стать горячей точкой в ближайшее время. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Занимаясь спортом в России, можно случайно записаться в Вагнер. Новый виток армяно-азербайджанских отношений, новые жертвы на границе. С противоположной стороны открыли огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон. Пишите нам комментарии, свои мысли, спасибо, что вы с нами. Я прошу вас подписывайтесь, ставьте лайки на видео, тогда его увидит большее количество людей. Итак, спасибо за доверие, начнем. Российские войска пытаются нащупать слабые места в обороне и атакуют по новым направлениям. Теперь, уничтожив полностью Маринку, не оставив камня на камне от Донецкого пригорода, они пытаются оставить ее за своей спиной. Генштаб тем временем пишет о том, что россияне ищут возможности для наступления на некоторых участках не только в Запорожской и Донецкой области, но и в Херсонской. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. В высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. В феврале текущего года Путин присвоил командующему Восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об успехах 155-й бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой. Но на Угледарском направлении Россия терпит поражение за поражением. К примеру, сначала российские части расстреливают, как в тире, пока они пытаются развернуться в открытом поле, а потом вторая армия мира проигрывает танковое сражение и теряет огромное количество техники. Трехнедельное сражение на равнине возле угледобывающего города Угледар на юге Украины привело к тому, что, к словам чиновников, Украина стала крупнейшим сражением и большим поражением для России. В затянувшемся бою обе стороны бросили танки в бой, которые грохотали по грунтовым дорогам и маневрировали вокруг лесных массивов. При этом русские продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали в обороне, стреляя издалека или из укрытий, когда русские колонны попадали в их поле зрения. Когда все закончилось, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны, попадая наступающими колоннами в засады. Подорвавшиеся на минах, подбитые артиллерийскими снарядами или уничтоженные противотанковыми ракетами, обугленные корпуса российской бронетехники теперь разбросаны по сельскохозяйственным угодиям по всему Угледару. Это можно увидеть на кадрах украинских военных беспилотников. Украинские солдаты заявили, что Россия потеряла в бою не менее 130 танков и бронетранспортеров. То есть не отдельно там 130 танков и 130 бронетранспортеров, а суммарно военной техники. Сколько именно там танков и сколько бронемашин не сообщается, тем не менее, судя по фотографиям, это довольно немалое количество. Наверное, последствия всех этих атак, пространство, усеянное разбитой техникой и следами от взрывов, больше, чем сам Угледар в лучшие годы. Вооруженными силами Украины был создан глубоко эшелонированный характер обороны вокруг Угледара. Более того, Угледарский плацдарм на данный момент рассматривается уже оккупантами как возможный для контрнаступления вооруженных сил Украины в направлении Мариуполя. Следует отметить еще один момент, что сейчас в район Угледара перекидываются не подразделения так называемых чмок, а подразделения 16-й бригады спецназначения Главного управления Генштаба вооруженных сил Российской Федерации. То есть это элитные подразделения. Кроме того, вчера были зафиксированы перед дислокацией в район Угледара дополнительные соединения БАРС-23. Это боевой армейский резерв страны. То есть это не ПВК-патриот. Следует отметить и о том, что сейчас в районе Угледара речь идет об изменении тактики российских оккупантов. То есть от характера фронтальных атак они перешли до фактического тотального уничтожения города Угледара. Зафиксирована перед дислокацией систем УР-77, более известных как Змей-Гориноч. Это система дистанционного управления. Российскими оккупантами они используются не за целевым назначением. То есть вместо разминирования прохода в минных полях данная система используется для уничтожения жилых кварталов. Этой весной у России могут закончиться ресурсы для ведения войны. Так говорит Кирилл Буданов, глава украинской разведки. Россия потратила огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Она изменила свою военную цепь командования. Если российские военные не достигнут своих целей этой весной, у России закончатся ее инструменты войны. Или соберут еще людей для какого-нибудь бессмысленного наступления. Для быстрого развертывания нет возможности на все необходимое время. Плюс необходима Беларусь. Вот они же используют активно военные инфраструктуры территории Республики Беларусь. Российские военные. Ну и плюс необходимо понимать такие моменты, что все вот те расчеты, которые делались в России, они же не проводили ни разу до 21 сентября, или вообще до полномасштабного вторжения российских войск, мобилизационное развертывание большое. То есть обучение, проверку и так далее. Вот на самом деле это парадоксальный факт, но Россия там этого не делала. Это первый момент. Второе. Условно цифры, которые они могут еще там призывать и так далее, звучат там миллион, два миллиона, десять миллионов. Ну вообще посмотрим, насколько они способны такое количество еще призвать и чем вооружить, что характерно. Но могут ли собрать их быстро? Достаточно ли сил для быстрого развертывания? И, соответственно, для нового контрнаступления? Эти люди, посылаемые в украинские города, уничтожать украинских мирных жителей, они таким образом отрываются от главного их идеологического рупора, от телевизора. И стыкаясь с реальностью, они просто не то что обязаны, они обречены понимать, что реальная жизнь, она значительно отличается от того, о чем им говорили в телевизоре. И я думаю, что это будет их стимулировать к тому, чтобы понимать, за какие именно цели, за какие идеалы они борются, и стоит ли отдавать свою личную жизнь, на свои личные жизни, за абсолютно эфемерные и абсолютно ненужные им идеи, которые сейчас исповедует Путин, продлевая просто свою агонию политическую и агонию своего режима. Поэтому, конечно же, они рано или поздно, скорее рано, чем поздно, повернут оружие своего сторону. Стрельба на границе Армении и Азербайджана. Министерство обороны Азербайджана опубликовало информацию о том, что патруль пытался остановить незаконный военный груз, и началась перестрелка. Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделения азербайджанской армии попытались задержать и проверить транспортные средства, осуществляющие незаконные военные перевозки. С противоположной стороны открыли огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон. В то же время, Эхо Кавказа пишет, что власти непризнанного Нагорного Карабаха заявили об обстреле автомобиля паспортно-визового отдела полиции азербайджанскими военными. Тут нужно еще сказать, что недалеко от этого места должны располагаться российские миротворцы. Что там с ними, интересно, переживаем? Я увидел там эти ребята, которые служат, проходят временную службу в строях. Они сказали, мы не знаем, почему мы здесь. Они вообще-то не считают себя миротворческими силами. Они не прошли все необходимые инструкции и так далее. И у них было впечатление, что мы агрессоры и азербайджанские власти хотят напасть на некую квази-республику, Нагорного Карабаха и так далее. И мы провели там просветительскую работу, и они начали понимать, что там происходит. Но этого не хватает. Но на государственном уровне они дал РМК и Минобороны России и МИД России. Они все трое. Да, продолжают провокацию. Но этот процесс продолжается со стороны Армении. И они, мне кажется, способствуют этому. Это мой взгляд на эту тему. Американцы выбирают Путина. Примерно с такими заголовками российские медиа публикуют статью с портала American Thinker. В секунду перепостили множество изданий, российских изданий, в том числе и тех, которые имеют большую аудиторию. Заголовки разные и причины тоже. Источник один. И мы решили разобраться, что это за история такая. Оказалось, издание публикует один и тот же текст. Подчеркивается, что раньше популярность президента РФ среди граждан США была связана с его здоровым образом жизни. В социальных сетях они делятся фотографиями. Где политик, к примеру, запечатлен во время занятий спортом или катаний на лошади без рубашки. То есть массовая рассылка. Ну, может новость интересная. Резонанс. Правда, американцы и Путин и все такое. Кто же автор? Оказалось, что статьи Лори Веллингтон на этом же сайте в основном касаются Трампа и вакцинации. Она за Трампа и против вакцинации в целом. Она выпускает по одной статье в несколько месяцев. И каждую статью с удовольствием подхватывает русская пропаганда. Минутка медиаграмотности в эфире нет. Вагнер вербует в спортклубах. ЧВК открыли несколько пунктов набора в Ростове, Тюмени, Самаре и Москве. Там и физическое состояние проверят сразу. Институт изучения войны пишет, что Пригожин был вынужден открыть новый канал вербовки из-за недоступности законобора. Ведь теперь вроде как зэки – прерогатива Минобороны. У самого Пригожина продолжается непризнанная им война со Стрелковым. Тот говорит, что нужно отстранить Пригожина от управления им же созданного ЧВК. А Пригожин пишет в ответ через свою пресс-службу, зачем его обсуждать. И затем несколько постов в Телеграме обсуждает. Ну, главное, чтобы подольше и покруче ссорились. Вот кто точно не ссорится, так это водители в Нигерии. С таким регулировщиком, которого вы сейчас увидите. Продолжение следует... Спасибо, что вы с нами, смотрите нас и доверяете нам. Давайте еще поставим лайки этому видео и подпишемся на канал. Так нужно сделать, чтобы нас с вами становилось больше. Меня зовут Алексей Бурлаков. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...